Здесь, как на войне, любые средства хороши, уверены воспитатели Рязанского детского сада номер 26. Беседы с родителями и индивидуальные средства защиты малышей. В нашем детском саду проводится профилактика ОРВИ гриппа. То есть ежедневно мы ведем прием деток, выявляем детей с катаральными явлениями, либо с подозрением на заболевания и отправляем их домой подлечиться. В каждой группе у нас ежедневно проводится кварцевание, влажные уборки с применением тест-средств. То есть, естественно, проветривание, прогулки на свежем воздухе обязательно. В игровой комнате пахнет чесноком. Такая ароматерапия не только доступная, но и эффективная профилактика вирусов. Так называемые фитонциды этого продукта повышают устойчивость к инфекционным и простудным заболеваниям. Для девочек красивые амулеты, для мальчиков волшебный оберег. Этим детям коварный грипп и злая простуда не страшны. Ну, прежде всего, профилактические мероприятия – это у нас лук. Мы всегда каждое утро раскладываем лук. И также у нас есть волшебные амулеты, которые дети дышат. Там находится у нас чеснок. То есть, это родители каждый день приносят со свежим чесноком у нас. Старые добрые меры и профилактики по-прежнему работают. И здесь они тоже взяты на вооружение. Еще у нас есть оксалиновая мазь. Каждое утро, приходя в детский сад, берут палочки, оксалиновую мазь. И каждый родитель смазывает носик оксалиновой мазью. Но у воспитателя Людмилы все же есть свой секрет. На протяжении всего года ее подопечные закаливаются. Веселые массажные коврики для стоп и разноцветные мочалки для тела. Такие процедуры дети принимают каждый день после тихого часа. И то, что секрет работает на все стоп, оказывает практика. В ее группе дети не болеют. Как для детей, так и для взрослых. Меры профилактики гриппа остаются все теми же. Частая мытье рук, прогулки на свежем воздухе и витаминизированное питание. Все это поможет дать вирусу отбой.